Новости Иркутской области, Забайкальского края, Китая и Монголии вновь в эфире ТВ-кома. Это программа «Восточный альянс» в студии Юлия Пермякова. Здравствуйте! И в ближайшие 20 минут мы расскажем о том, что волнует наших соседей и о событиях, которые произошли за неделю. Итак, вот что ждет вас в выпуске «Восточного альянса». Почему погорельцы из поселка Дальний в Иркутской области не хотят переезжать в новые дома? В Забайкальском крае обнаружили редкое полезное растение. В Лан Чжоу устанавливают обстоятельства трагедии, при которой погиб 21 человек. Пострадавшие при пожаре в поселке Дальний Нижне-Илимского района Иркутской области получат по 105 тысяч рублей в качестве компенсации за утрату имущества и единовременной помощи. Однако переезжать в другой населенный пункт готовы не все жители. На место выехал глава региона и прокурор Приангария. Лишь разваленная печка и груда обломков остались от домов в поселке Дальний, где когда-то резвились дети, а взрослые дружно готовились семейный ужин. На пепелище приехал губернатор Игорь Кобзев вместе с прокурором области и министром соцразвития региона. Он осмотрел место происшествия и встретился с жителями поселка. Сегодня ни один из проживающих здесь жителей не имеет права собственности и на земельные участки, и на домовладение. Все это получается в собственности муниципалитета, поэтому пострадавшая является страной муниципалитета, которая также на договорных отношениях социального найма должна предоставить на другие жилищные дома на территории Нижнеелимского района. Эта организационная работа остается за главой муниципалитета Максима Сергеевича, мы ему четко дали понять, что в течение двух недель он должен дать свои предложения для того, чтобы как дальше размещать жителей, которые сегодня пострадали. Кроме того, глава региона отметил, обращения жителей касаются оказания медицинской помощи в поселке, переселения в другие населенные пункты и компенсации причиненного пожаром ущерба. А вот затраты муниципалитета должен возмещать виновник пожара. Определить его предстоит правоохранительным органам. По предварительным данным установлено, что перехлёст проводов, провод упал, загорелась сухая трава. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело. По статье 293 халатность будет дана уголовно-правовая оценка всему этому действию и бездействию. Кроме того, специалистам предстоит проверить законность каждого документа о прописке и договорах найма жилья. На выходных поселок отправили первую партию гуманитарной помощи от Министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области. Это постельные принадлежности, посуда, мелкая бытовая техника, продукты и предметы гигиены. Каждый пострадавший житель 105 тысяч рублей. 5 тысяч, как человек, который попал в чрезвычайную ситуацию, 100 тысяч за утрату предметов первой необходимости. Мебель, бытовая техника, насосы и так далее. Получили 14 человек. Это те, которые на момент чрезвычайной ситуации находились непосредственно в этом поселке. Но, тем не менее, в домах сгоревших зарегистрировано больше людей. И эти люди тоже имеют право на выплаты, как утратившим предметы первой необходимости. Эти выплаты носят заявительный характер. То есть, пострадавший должен написать заявление на оказание материальной помощи. В общей сумме из резервного фонда правительства Иркутской области выделят полтора миллиона рублей на эти цели. Планируется, что выплаты пострадавшие получат 26 мая. Анастасия Шумилова, новости Байкальского региона. Привели в порядок. На популярном месте отдыха туристов и иркутян-листвянки убирались волонтеры. И, что интересно, разбирали они не только свалки мусора, оставленные приезжими, но и хлам, которым завалили поселок сами местные жители. А так, никто из них добровольцам не помог. Почему так вышло, знает мой коллега из Иркутской области Никита Летов. Старые электроприборы, бутылки лимонадов и консервы 90-х годов. Такой мусор нашли волонтеры во время акции по очистке листвянки. Уборка идет на придворовых территориях. Там свалки появились по вине самих жителей. Но вот что интересно, местных на уборке нет. Зато и сиркутский десант. Это более 70 человек. Наряду со студентами и общественными деятелями в акции приняли участие блогеры, а некоторые приезжают на субботник всей семьей. Оказалось, что основная причина загрязнения – это как раз-таки низкоэкологическая культура местных жителей. Потому что вот эта свалка, которую мы видим на заднем плане, она в основном образовалась из-за того, что местные жители недобросовестно относятся к своей территории, на которой проживают. И вот такое загрязнение мы видим. Естественно, это проблема. И очень здорово, что есть инициативные группы различной организации, которые неравнодушны к этой проблеме и которые проводят такие замечательные акции. Пока одни убирали мусор, который оставили жители на берегу, дно Байкала от производственного мусора уже по традиции очищали фридайверы. Сегодня мы с ребятами собрались для того, чтобы поднять мусор со дна Байкала и достали различные банки, бутылки, всякие доски, всякий хлам и около десятка автомобильных покрышек, которые падают с борта кораблей и загрязняют озеро. Несмотря на то, что такие акции в Листвянке проходят регулярно, справиться с мусором, который копился годами, непросто. Его покрыли водоросли и ил, так что фридайверам нужна помощь аквалангистов. С помощью специального оборудования они откапывают и поднимают со дна уже вековые предметы. Всего было собрано более сотни мусорных пакетов, которые увезены на свалку и отправлены на переработку. Никита Летов, новости Байкальского региона. Пока одни убирались, другие высаживали деревья. В Иркутске прошла общегородская акция «Посади дерево, подари планете жизнь». На трех площадках высадили более 4,5 тысяч саженцев. К акции присоединились и депутаты законодательного собрания при Ангаре. Как они справились с посадкой, расскажем далее. Более 2 тысяч иркутян, 85 организаций города и более 4,5 тысяч саженцев. Такой итог одного дня экологической акции «Посади дерево, подари планете жизнь». Добрый сплачивающий иркутян в месте акция стала рождением традиции «сажать деревья там, где это остро необходимо». В Кайском бару одна из площадок выделена законодательному собранию при Ангаре. Депутаты активно включились в работу, несмотря на холодный день. Перед началом посадки обязательный инструктаж, правда, некоторым он не нужен. У депутатов уже большой опыт участия в таких акциях. Я даже кедр высадил, они уже выросли. Почему люблю? Сам поливал, жидкость подбирал, скажем так, омолаживал. Почему? Потому что ими надо тоже заниматься, чтобы они высые росли и корневая система закрепилась. Поэтому очень важны, что дети принимают участие. Это важно, потому что если мы их не учим, то вряд ли кто им даст. Депутаты парламента при Ангаре высадили около 105-летних саженцев. Их специально для экологической акции выкопали из-под линии электропередач. Теперь они продолжат зеленый щит области. Эта экологическая акция уже давно стала традиционной. Она стартовала еще в 2012 году на территории городского леса Кайская роща. За 9 лет не приняли участие более 6,5 тысяч человек, среди которых более 100 трудовых коллективов города. Анастасия Шумилова, Никита Летов, новости Байкальского региона. Пока в Иркутской области высаживают лес, в Чите находят уникальные растения. Такие, как богульник альбинос. Что это? Редкая мутация или первые шаги эволюции этого вида растения? Расскажут мои коллеги из Забайкальского края. Цветение рододендра надоурского, или как называют его в народе богульника, самое красивое событие Забайкальской весны. Цветки разных оттенков, от ярко-розового до насыщенного фиолетового, вдохновляют художников, фотографов, писателей и музыкантов. И вряд ли хоть у одного жителя нашего края не найдется фотографий в ярких зарослях. В этом году весна прохладнее в сравнении с предыдущими, поэтому цветение рододендрона началось с опозданием примерно в 10 дней. Особо удачливые любители природы находят новые краски цветов богульника. В нескольких километрах от Читы житель одной из деревень обнаружил рододендрон с белыми цветками. Фотографии были опубликованы в социальных сетях и заинтересовали многих людей, в том числе ученых. По словам доктора биологических наук Олега Корсуна, белоцветковость богульника – редкое явление. Отсюда и столько внимания. Все-таки такое явно не каждый год мы видим. Мне кажется, я раз пять видел в жизни. Это связано с тем, что природа сама по себе, по своей природе изменчива. То есть мутация – это нормальный процесс, который происходит в любом организме, который происходит в любой популяции организмов. На этом строится вся эволюция. То есть, собственно говоря, вся жизнь, существующая на нашей планете, она базируется благодаря наследственной изменчивости, благодаря мутагенезу. Мутагенез – это нормальный процесс, происходящий в природе. Сам Олег Корсун находил еще более экзотичную окраску рододендрона. Несколько лет назад он обнаружил пуст в окрестностях Читы, на котором росли привычные яркие цветки – белые и двуцветные. А можно предположить, что спустя много-много времени богульник мутирует и изменит свой цвет на белый? Шансов на то, что это произойдет естественным образом, без действия каких-то внешних факторов, немного. Все-таки рододендрон с его красивыми цветками – он такой красивый не для нас, а для насекомых-опылителей. Значит, насекомых-опылителей устраивает эта окраска цветков. Багуловых мест в Забайкалье немало. И Чита – один из центров ареала рододендрона Даурского. Он растет в светлых сосняках, любит солнечные склоны сопок, да и в тенистых чувствует себя вполне комфортно. Боится одного – человеческих рук и домашние вазы. Екатерина Станиславская, Константин Васильев, Восточный альянс, Забайкальский край. Как получить хороший урожай? Пожалуй, этот вопрос волнует сегодня всех дачников и садоводов не только в Бурятии, но и в Забайкальском крае. Холодная весна в регионе затягивает сельскохозяйственный процесс. Однако без пассивных работ не бывает урожая. Как правильно выбрать рассаду? На что обратить внимание при покупке? Разбираемся вместе со специалистами Россельхознадзора. 96 гектаров сельскохозяйственных площадей кооператива засеивается картофелем, капустой, морковью и свеклой. Посадку картофеля закончили вчера. Сегодня очередь свеклы. Сначала предпосевная культивация. Землю необходимо взрыхлить и убрать сорняки. Далее черед сеялки. В нее засыпается 20 килограммов семян. Свекла у нас по плану 2,5 гектара. У нас свекла немного. Но урожай планируем получить в пределах 50 тонн. Так же, как картофель, но все овощи практически не организовываем. В основном край, но бывает, увозим за пределы, если излишки есть. С точки зрения растения и водства, как вы оцениваете? Да, наверное, все видят, что холодная весна. Практически на две недели все сроки оттягиваются по посевам и посадкам. Будем надеяться на лучшее, что в июне все-таки придет тепло к нам в край. В кооперативе работает 32 человека. Все без исключения местные. Никакой иностранной рабочей силы. Пока мужчины засеивают поля, прекрасная часть коллектива ухаживает за рассадой капусты, которой в этом году посадили 15 соток. Пять сортов семян, уже проверенные временем, пять на испытании. Чтобы правильно выбрать рассаду, нужно, конечно, обращать внимание на внешний вид рассада. Потому что неопытные садоводы и огородники дают предпочтение высокой, красивой рассаде, которая затрачивает большее количество энергии на образование вегетативной массы. Чтобы выбрать рассаду и в последующем получить полноценный урожай, нужно выбирать рассады выровненными посевами, которые выращены с соблюдением всех агротехнических приемов. Это своевременный полив, различные подкормки, которые должны быть своевременными. А также нужно обращать внимание на корневую систему. Корневая система рассады не должна быть оголена. В противном случае молодые растения при пересадке могут погибнуть. Лучше отдать предпочтение рассаде, которая уже продается в отдельных емкостях. Особое внимание стоит уделить сортам. Они должны быть районированы, то есть адаптированы под климатические условия нашего региона. Эту классификацию можно найти на официальном сайте Государственного реестра селекционных достижений. При грамотном подходе даже начинающих огородников осенью ждет хороший урожай. Небольшая вокальная группа, которая в 1975 году родилась на базе стоматологического факультета Читинского мединститута, сегодня уже академический хор «Гаудеамос» 45-летней истории. Как и положено, день рождения народный коллектив отметил на сцене, пригласив на торжество самых поющих врачей со всей страны. Состоявшиеся и давно заслуженные кандидаты и доктора наук, главные врачи, профессоры и доценты. Вместе с дипломом каждый из них получил к медицинскому образованию еще и хоровое. Небольшая вокальная группа, которая родилась на базе стоматологического факультета Читинского мединститута, сегодня академический хор «Гаудеамос» 45-летней истории. В первую очередь это наша гордость. Конечно, это тот хор, который уже десятилетия прославляет не только Читинскую государственную медицинскую академию, но и город Читу, и Забайкальский край на всех просторах. Для меня это особенно трогательно. Сегодня в этом хоре поет моя дочь. Как и положено, день рождения народный коллектив отмечает на сцене. На торжество пригласили, пожалуй, самых поющих врачей со всей страны и ближайшего зарубежья. Всех, кто смог выбраться и успеть к отчетному концерту. Гаудеамос для нас и для меня лично – это, конечно, молодость, это задор, это студенческие наши поездки по Забайкальскому краю с концертами. Все на картошку, а мы на концерты. В общем, очень веселая была дружная семья, и нам никогда ее не забыть. И мы до сих пор продолжаем вместе дружить, списываемся, съезжаемся и встречаемся. Ну, Гаудеамос – это все. Это веселье, это творчество, это праздник, это хорошее настроение, и это всегда эмоции. Это просто наша семья. Мы сами все гаудеамовцы пришли с удовольствием на этот концерт, хотим послушать, что он на сегодня представляет наш хор. А может, нам даже дадут возможность еще что-то с ним вместе спеть. Это целый мир для студентов, это же мечта. Поэтому времени хватало, успевали заниматься, учиться и петь. Я в Гаудеамосе попела 7 лет, начиная с первого курса, но это было давно, 82-й год, с 82-го по 89-й. Поэтому Нину Гавриловну с обожанием всегда вспоминаем. Прекрасный наш руководитель. Академическая манера пения. Все те же неизменные традиции при подборе репертуара, сдержанность в костюмах, интеллигентность в исполнении и особая взаимосвязь с хормистером. За 45 лет бессменный руководитель Гаудамуса Нина Гавриловна Литвинцева изобрела свой собственный способ говорить со студентами на одном языке. И дирижерские приемы здесь совсем ни при чем. Просто поколение передает поколению следующему, все свои привычки. Ну, короче говоря, что вы передаете друг другу? Счастье, радость. Вот вы сказали. Счастье, радость передают из поколения в поколение. Стремление петь, петь, петь. Я даже не знаю, сколько мне лет, потому что я все время с ними и с ними. Поэтому мне все прекрасно. Поэтому 80 лет мне стукнет вот уже. Поэтому мне кажется, что у меня столько, сколько им. Даже все от них идет. Дарья Пьяникова, Анатолий Тюльнев, Восточный Альянс, Забайкальский край. И к международному блоку новостей. В Монголии стартовала предвыборная кампания в президенты страны. Началась она за 16 дней до голосования, 24 мая. В этот день Центральная избирательная комиссия выдала всем участникам удостоверение кандидата. В этом году на пост президента претендует три человека. Каждый из них представляет разные партии страны. Согласно закону, избирательная кампания продлится всего две недели. Такой короткий срок связан с непростой эпид-ситуацией в стране. Влад Чжоу на северо-западе Китая расследует обстоятельства трагедии, унесшей жизни 21 человека в ходе горного марафона. Причиной их смерти стало переохлаждение из-за резкой и непредвиденной смены погоды. Теперь многим из выживших спортсменов предстоит не только восстановиться физически, но и справиться с психологической травмой. Тему продолжат мои коллеги из Поднебесной. Марафон, начавшийся солнечным утром, закончился трагедией, когда к полудню на его участников обрушился град, ледяной дождь и мощный ветер. Люси Бинь – один из выживших. Вспоминать о воскресных событиях Марафонис не хочет. С этим травмирующим опытом ему ещё только предстоит научиться жить. Состояние других спасённых не лучше, поэтому в процессе реабилитации без помощи психологов не обойтись. У Лю повреждены и руки, и ноги. Его врач говорит, что спортсмен пытался спасти других, хотя и сам с трудом передвигался из-за резкого падения температуры тела, вызванного суровой погодой. Местные власти взяли на себя ответственность за произошедшее, отметив, что столь резкую перемену погоды никто не прогнозировал. Случившееся вызвало множество вопросов о мерах безопасности при организации марафонов. Дать на них все ответы призвано начавшееся расследование. В течение многих лет ведутся дебаты о роли бумажной книги в цифровую эпоху. Между тем, в Китае растёт число книжных магазинов, которые вселяют надежду на то, что люди всё-таки ценят печатное издание и любовь к чтению не исчезнет с появлением электронных вариантов. Об удивительном и креативном книжном магазине в Чэнду наш следующий репортаж. Этот книжный магазин в городе Чэнду на юго-западе Китая привлекает посетителей своим уникальным дизайном, элементы которого напоминают нам древнюю ирригационную систему Дудзаньянь, сконструированную более двух тысяч лет назад. Этот магазин, однако, гораздо более моложе. Он был открыт только в сентябре. «Мы постарались произвести впечатление на посетителей не только необычным дизайном, но мы также надеемся, что им придётся по вкусу огромный выбор книг, а также наш отличный сервис». Но это гораздо больше, чем просто книжный магазин. Многофункциональное пространство также служит местом для чтения, общения с друзьями, семейных мероприятий. «Всё это мы создали совместно с городской администрацией и библиотекой. Помимо бесплатного чтения в стенах заведения предоставляются и другие услуги, например, абонемент, когда люди могут взять книгу на время, предоставив документ, удостоверяющий личность, и вернуть её в любом из указанных мест». По данным статистики, более полутора тысяч книжных магазинов закрылись в 2020 году, частично из-за эпидемии. Но открылось около четырёх тысяч новых, из них более ста только в Чинду. Сегодня здесь насчитывается порядка трёх тысяч шестисот книжных магазинов и читальных залов, что в разы больше, чем в любом другом китайском городе. «В 2016 году мы создали специальный фонд для поддержки книжных магазинов, уделяя ежегодно 7 миллионов юаней. Новый магазин может получить максимальную субсидию в размере 500 тысяч юаней. Мы также поощряем книжные магазины к созданию инновационных проектов, которые также будут вознаграждены». С точки зрения коммерции важно продолжать изучать новые бизнес-модели в букинистике, особенно в условиях конкуренции со стороны платформ электронной коммерции, которые обычно предлагают солидные скидки. «Мы планируем проводить более 300 культурных мероприятий в год в нашем магазине. Мы также активно участвуем в городских инициативах по стимулированию потребления и возрождению промышленности, распространяя купоны и предлагая скидки». «Мы планируем проводить различные мероприятия в школах и других государственных учреждениях, чтобы популяризовать чтение». По мнению некоторых специалистов, при чтении электронных носителей информация собирается быстрее, но не развиваются навыки аналитического мышления. При этом довольно сложно следить за развитием сюжета и последовательностью событий. Зато чтение бумажных книг доставляет еще и эстетическое наслаждение. Поэтому говорить о том, что бумажная книга скоро канет в лету, безусловно, еще слишком рано. А благодаря таким интересным проектам, как книжный магазин в Ченду, хочется верить, что это время не наступит никогда. Анастасия Коршунова, CGTN. На сегодня это все. Не забывайте включать ТВ-ком каждое воскресенье в 19.00. Мы рассказываем самые актуальные новости из соседних регионов и стран. В студии работала Юлия Пермякова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова